Вы же так же теперь эту букву произносите, да? Да, вот так. То есть с какой стати? Это наша земля. Мы их сюда пустили. Они ведут себя по-свински. Но убивают детей Донбасса. Но с кем не бывает. Вы представляете, для зоофилов в Дании официально работает. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. Шел отсюда вон. Собрался и вон отсюда. Когда здесь украинцы вон. Кнопочку нажали и все. Что мы сейчас там будем рядить, судить, согласовывать с теми, с этими? Привет, друзья. Меня зовут Григорий Герман. Среди удивительных мест нашей планеты особняком стоит парк Алмвик или Алмвик. Чудесное место, находящееся во владениях герцогов Нортунберлендских в Англии. Самый амбициозный новый сад Великобритании, воссозданный после Второй мировой войны. Жемчужиной которого является сад зедовитых растений. Вход в него украшают большие надписи This plants can kill. Эти растения могут убить. С черепом и костями. Все как положено. Хотя на самом деле такая надпись должна располагаться перед входом в Останкино и в Кремль. Эти растения могут убить. И правда. В Путине и Патрушеве сочувствие к жертвам своих деяний не больше, чем в болиголове пятнистом, соком которого, как известно, отравили Сократы. А по содержанию атропина и степени своей способности вызывать у людей холенолитический делирий, ну то есть сильное возбуждение, доходящее до бешенства, до агрессии, Соловьев намного превосходит красавку обыкновенную или белодонну. Герцогиня Нортумберлянская создала этот ядовитый сад для того, чтобы люди больше узнали о ядовитых растениях и их опасностях. Мы шлем герцогине свой привет, потому что, по сути, занимаемся тем же. Так что добро пожаловать в сад ядовитых растений российской пропаганды. Местные экземпляры чрезвычайно плодовитые и ядовитые. Каждую неделю они распускают свои цветы и наполняют окружающий мир миазмами сладкой ядовитой лжи. Будьте осторожны и ни в коем случае не трогайте ничего руками, а особенно пульт от телевизора. Как всегда, для препарирования, исследования и гербарирования воинствующих экземпляров я пригласил военного эксперта, полковника ВСУ в отставке Сергея Грабского. Поехали. Первое, самое острое. Антоновский мост. Сколько раз они ударили по Антоновскому мосту? На следующей неделе будет восстановлен и будет восстановлено движение. А он и стоит, тоже движение по нему пошло. Ничего. По словам Соловьева, ну нормально что, шесть раз в него попали, вот его сейчас отремонтировали и вот по нему опять уже тяжелая техника пошла. Так ли это? Не совсем. Не совсем. Понимаете, можно настелить какую-то опалубку, можно какими-то плитами попытаться замазать это все, но любой инженер, который отвечает за такие сооружения, понимает, что вибрации никто не отменял, нагрузку никто не отменял, тестирование этого моста никто не проводил, то есть возможны казусы. Поэтому, несмотря на их бравурные заявления, нужно осознавать, что по правде такого не проходит. То есть даже если проходит техника, то одно дело в час пропустить, допустим, 100 машин, и совершенно другое дело в час пропустить 10 машин, потому что нормальный командир, он проходит такие преграды таким образом, что одна машина пошла, все остальные ждут. И здесь ключевая фраза, все остальные ждут. То есть усиливается риск нанесения, неполучения ударов по этой колонии, которая ожидает. То есть риск увеличивается в 2, а то и в 3, и в 4 раза. Поэтому, конечно, исходя из логики, вернее не из логики, а по наблюдениям за российскими СМИ, чем спокойнее они говорят о каком-то поврежденном объекте, тем страшнее там ситуация. То есть если с ним ничего не случилось, так молчи, используй его. Зачем ты его вспоминаешь в каждом разговоре-то? Оно же так не работает. Вопрос с переправой, паромной переправой, которую они пытаются выстроить рядом с Антоновским, например, мостом. Насколько я понимаю, там проблема точно такая же. Скорость перемещения грузов с одного берега на другой. Совершенно верно. Совершенно верно. И опять же ограничение погрузоподъемности. Мало того, они вынуждены, и это уже международное военное преступление, прикрываться гражданскими. И они это делают цинично, и не понимая даже того, что они творят, они уже фактически подписывают себе приговор, когда прикрываются гражданским щитом, размещая военные машины среди гражданских машин. Они не понимают, что это уже преступление. Ну и точно так же. Паромная переправа, она целесообразна, допустим, на реке примерно метров 200-300. Но если речь идет о полутора километрах водной глади, то при скорости парома максимум 5-7 километров в час можно посчитать, сколько оно будет ехать на тот берег. Да при ограничении грузоподъемности этого парома, то есть, грубо говоря, они доставку боеприпасов для группировки войск будут делать несколько часов. А по топливу я вообще не знаю, как это можно рассматривать, потому что потребность, ну так, чтобы понятно было, потребность топлива на группировку в 15 тысяч составляет примерно 2000 тонн в день в условиях ведения наступательной операции. Тысяч тонн. Паромная переправа не решает вопрос. Тут сюда можно добавить еще понтонную, а понтонную мы просто... Украинская армия просто с вожделением ждет, когда появится понтонная переправа, потому что мы умеем по ним работать. Поэтому здесь вот это самоуспокоение Соловьева, но оно, мягко говоря, не работает, оно не соответствует действительности, потому что ситуация сложная, и противник это тоже понимает, думающие люди понимают. Насколько украинская армия, в принципе, может таки разрушить теми ракетами, которые у нас есть, Антоновский мост, вот так, чтобы он просто, не знаю, упал? Это возможно или нет? А вот здесь я могу сказать, что в данной конкретной ситуации это практически невозможно. Почему? Потому что для разрушения такого инженерно-технического сооружения необходимо огромное количество боеприпасов, раз. Мы научились перфорировать этот мост, делать дырки, но, опять же, это физика процесса взрыва состоит в том, что туда нужно донести огромный какой-то боеприпас, чтобы он взорвался, и то он не гарантирует разрушение конструкции, потому что, нужно понимать, эта конструкция создавалась на динамику, то есть на изгиб, на кручение. Теоретически можно разрушить, но украинская армия, мягко говоря, не имеет таких возможностей. У нас нет такой сверхдальнобойной артиллерии, которая могла бы молотить по этому мосту очень долго и упорно. Калибр 155 мм не решает этот вопрос. Хаймарс используют для этого, но, извините, хрустальной вазой можно, конечно же, забивать гвозди, но насколько это целесообразно и эффективно. Поэтому уничтожить его на сегодняшний день очень и очень сложно, ну и, в принципе, нецелесообразно. То есть, в конце концов, это наш мост, и нам его потом восстанавливать. Зачем? Донбасс. Общая ситуация. То, что сообщил зрителям телеканала «Россия» под Дубной. На участке фронта в районе Донецка стало легче и в районе Артемовска, Бахмута и Солидара. Российская артиллерия, артиллерия объединенных сил союзников обрушила настоящий огневой вал на части соединения и формирования киевского режима. Насколько это соответствует действительности на данный момент? Нужно понимать следующее, что противник, осознавая свою ограниченность в действиях уже на сегодняшний момент, он переходит, он использует то, чего он имеет достаточно. И мы сейчас говорим о так называемом артиллерийском молоте. Этот артиллерийский молот – это просто превращение зоны атаки, зоны наступления в лунный пейзаж, где нет вообще ничего. Это плохо, это очень плохо для нас, потому что мы понимаем, что на этом лунном пейзаже закрепиться невозможно. Но это точно так же плохо и для противника, потому что он тоже не может закрепиться на этом лунном пейзаже. И более того, это свидетельство того, что противник имеет определенные трудности уже с количеством личного состава. То есть они сейчас, знаете, нельзя сказать, что панически боятся, но они осознают то, что прорывы вперед, когда каждый сантиметр земли пристрелен, однозначно будет вести к потерям. Поэтому они действуют именно в такой манере, просто создавая кучи щебня и продвигаясь. Но опять же, продвигаться, да, можно. Что такое результат вообще любого боя? Уничтожение противника. Уничтожается ли противник в той мере, что перестает оказывать сопротивление и перестает быть угрозой? Нет. И они, русские, россияне, короче, орки, они уже столкнулись с ситуацией, когда в течение полугода они живут в этом кошмаре. Они тратят колоссальное количество боеприпасов, они теряют огромное количество людей и техники, достигая практически нулевого результата. За шесть месяцев боев продвинутся, вернее, за вторую фазу. На первой фазе они, конечно же, в Луганской области прошли, это очевидно. Но за вторую фазу начинается, грубо говоря, с середины апреля продвинуться максимум на 30, ну, наверное, на 40 километров сначала, а сейчас за три недели продвинуться максимум на 10 километров. Это ни о чем. И тут, наверное, уже у них возникает вопрос, насколько долго они смогут поддерживать такой темп, потому что это и о расходах боеприпасов, это о изношенности стволов, это о потерях среди личного состава, которые надо восстанавливать, а в таком темпе они просто не успевают восстанавливать. Это о колоссальной нагрузке на логистику, потому что сейчас нужно поднимать уже войсковые запасы, которые находятся где-то в глубине России, и их везти, и так далее, и тому подобное. Поэтому состояние на восточном направлении очень тяжелое, потому что инерцию никто не отменял. Они получили приказ, и в чисто советской манере, я всегда в этом случае привожу пример московской битвы, когда Рокоссовского или Конева, или Жукова заставляли наступать, они наступали до последнего солдата. Потом докладывали, товарищ Сталин, наступать не можем, потому что войск в боевольше нет. Пример такая же ситуация здесь, почему и объявляют, что в некоторых подразделениях так называемых ДНР и ЛНР потери составляют 55% личного состава. Вот эта вот говорушка беловатая, или клетоцеп деалбата, тот еще ядовитый гриб, растущий на полях сражений, питающийся кровью и страданиями мирных жителей. В миру военкор ВГТРК поддубный, снявший лживый пасквиль о химической атаке ассадовцев в сирийском городе Дума. Понятное дело, сам факт этой атаки отрицающий. Он, как и прочие российские пропагандисты, имеет любопытную мутацию. Вот только он раскрывает рот, в гортане открывается специальный канал, по которому в ротовую полость поступает отборная ложь, не имеющая никакого отношения к реальности. Однако, есть один момент, на котором я бы хотел остановиться поподробнее. Вот он постоянно, словно заклинание, повторяет словосочетание «союзные силы». Подразделение союзных сил, российская артиллерия, артиллерия объединенных сил, союзников. И каждый раз у меня возникает вопрос, а это, простите, кто? Так как я не специалист в жабагадюкинге и прочих неестественных союзах, а вот поддубный тут говорит о некоем союзе военном, слово Сергею Грабскому. Что такое «союзные силы»? Это как бы нарратив российской пропаганды, который говорит о том, нет, мы не воюем с Украиной, мы помогаем братскому народу Донбасса освободиться от хунты и карателей. Они создали в своем мозгу или в своей вселенной образ независимых республик Донбасса и объявили их союзными силами. И эти союзные силы, это, знаете, это примерно так же, как Власов выступал где-нибудь на какой-нибудь конференции и заявлял, мы союзная сила немецкой армии. Простите, о чем мы говорим? Союзная сила, это, например, те же польские подразделения, если мы говорим о Второй мировой войне, в составе британских вооруженных сил. Это, в конце концов, если уже так, русские любят такое сравнение, то это эскадрилья Нормандия-Неман в составе советских вооруженных сил. А назвать союзными, почему я всегда провожу аналогии с РОА, как и в РОА, так и в этих так называемых корпусах от заместителя командира роты и выше все российские офицеры. А каких союзных? Знаете, я бы их сравнил с другим. Я бы их сравнил с сипаями. То есть, вот в Британии колониальные войска руководились британскими офицерами, а солдаты были туземцы. Вот здесь примерно такая же ситуация. Ну, я сомневаюсь, что кому-то из британских командиров или власть придержащих пришло бы в голову заявлять, мы с союзными силами сипаев продвинулись в свидетель или еще где-то. То есть, это чисто такой нарратив, рассчитанный на то, что люди воспринимают это, допустим, как, вот да, мы же выполняем благородную задачу, мы поддерживаем свободолюбивый народ Бомбаса и так далее. То есть, ну, не более того. Особое удовольствие в Останкинском саду ядовитых растений получаешь от созерцания геополитических и околополитических тем. Тут сладость миазмов, источаемых этим цветником, доходит до своего истерического максимума. Галлюциногены в этих миазмах достигают промышленных концентраций. Достаточно буквально одного вдоха, чтобы Россия стала величайшим актором в мировой политике. Все страны мира выстроились в очередь, чтобы получить от российского руководства разрешение плюнуть в Америку. Здесь же, боже, безбрежным океаном колосятся замысловатые союзы с Россией. Китай становится у владыки Кремлевского на побегушках. Ну и прочая наркомания. Конечно же, все это имеет такое же отношение к реальности, как, не знаю, видение человека, одурманенного галлюциногенами. О том, что в реальности мы поговорили с Борисом Тизенгаузеном, украинским политологом. Давай поговорим с тобой об этом удивительном мире. Мире, в котором вот все страны прямо почувствовали свободу и выстраиваются в очередь для того, чтобы плюнуть в сторону Америки. Страны поднимаются против своего бывшего гигиона, поскольку видели нового прекрасного и в кокошнике. Больше и больше стран начинают, наоборот, искать контакта с альтернативой американскому доминированию. То есть БРИКС, ШОС, последний Алжир заявил о желании. И я могу их понять, напряженность последних дней везде приводит нас, приведет через несколько недель буквально, у меня такое ощущение, я могу ошибиться, несколько недель к прорывам во многих направлениях. Да, есть такой мир, удивительный мир психотропных веществ, в котором пребывает большинство российских пропагандистов. Они реально создают какую-то параллельную реальность, продают ее россиянам и говорят, смотрите, не только Россия, но и весь мир против Соединенных Штатов, Соединенные Штаты всех угнетают. На самом-то деле, конечно же, все по-иному, но если сказать россиянам правду, с ними может случиться какой-то припадок правды. Поэтому я думаю, что правду россиянам говорить не нужно. Пусть и дальше пребывают в своем мире, это нам только на пользу. Почему? Потому что чем дольше они пребывают в этом мире, тем больше ошибок и всякой фигни они будут делать. И если неправильно оценивать геополитическую картину мира, то тогда ты, в принципе, будешь выстраивать политику, настроенную на самоизоляцию. То есть вот врать же нельзя постоянно, потому что россияне же могут откуда-то еще взять информацию. Поэтому, чтобы врать постоянно, нужно россиян лишить источников альтернативной информации и продавать им только свою пропаганду. Вот что делает Россия на сегодняшний день. На международной арене, насколько я понимаю, действительно же нет такой ситуации. Мы видим Рамштайн, в котором объединяются все крупнейшие и не только крупнейшие экономики страны и армии мира в поддержке Украины. Мы видим ситуацию с Китаем, в которой тоже никто не интересовался мнением России. Мы видим даже поведение Саудовской Аравии, да господи, даже того же Ирана, который после встречи с Путиным тут же побежал на встречу с европейцами для того, чтобы обсудить с ними свою ядерную программу. Да, и мы видим саммит Большой Двадцатки, где Лаврова просто игнорируют. Это если мягко говорить, а если говорить прямо, то его там унижали постоянно. И он вынужден был покинуть этот саммит заранее. Как же? Но зато есть геополитические победы неоспоримые. Талибан, который будет сотрудничать теперь с Россией. Есть Эфиопия, где Лаврова там окуривают различными травами. Вот они, главные геополитические победы России за прошедшие месяцы. Северная Корея. Давай не забывать с тобой о мощнейшем военном и геополитическом союзнике Северная Корея. Сто тысяч северокорейских злобных бойцов, знаешь ли, на дороге не валяются. Да, это вообще интересная история. Откуда вообще взялась такая информация? На официальном уровне Северная Корея не подтверждала, что она хоть что-то предоставит России. Просто им хочется, чтобы был такой мир. Ну, хочется и хочется. Пусть живут в своем мире. Для нас идеально, чтобы они вообще забором от этого всего мира отгородились. Смотри еще, что происходит. Происходит, значит, Эстония и Латвия прекращают выдачу виз осьяна. Финляндия практически прекратила. Ну, то есть формально можно получить, но тебе нужно где-то до октября в очереди постоять, а там еще и посмотрим. То есть 50% подказа. То есть, по большому счету, происходит изоляция уже не только в самой России, но и снаружи поняли, что это бешеная собака, которую нужно держать подальше. Это, кстати, действительно очень интересное веяние новое. Евросоюз начал обсуждать возможность лишения, не лишения, а невыдачи виз россиянам просто по признаку паспорта с курицей. Вот просто по этому признаку они уже обсуждают невыдачу этих виз. Раньше, буквально там даже 5 месяцев назад, даже 4 месяца назад, даже разговоры подобные вести не могли. Да, сейчас на полном серьезе. То есть это же нужно было просто кому-то первому сделать. Зеленский правильно делает, что постоянно призывает. Запретите выдачу россиянам, отправьте на родину тех, кто уже с визами там сидит. Вечерить речь-то идет о туристических шенгенских визах. Для нас уже это понятие какое-то далекое. Шенгенская виза, что это такое? А вот для них оно еще существует. Я абсолютно искренне не понимаю, как можно ездить на шопинг, на отдых. Вот прогнивающую, загнивающую Европу, которую они так ненавидят. Сидите дома, вот дома любите родину, кокошники, матрешки, вкусная точка. Вот оно, вот вам мир уже, который вы любите. Поэтому сидите дома, Европа вас не ждет. Мало того, что не ждет, еще и будет вышвыривать оттуда. Потому что, например, та же Эстония, Латвия, за значок или там за футболку с буквой Z. До свидания, поедешь на родину сразу. В общем, G7, так называемая организация, которая ничего не решает, нелепая абсолютно на данном этапе, решила попугать Москву. Тредняя платежка за газ для обычной немецкой семьи выросла на 184%. Действительно бессмысленная организация? Или это просто вопли и страдания бомжа, которого не пустили в приличный магазин и рассказывают о том, что там мне там ничего и не надо было, и там и так все невкусно? Да, ну, наверное, скорее всего, второе. Потому что, если бы G7 ничего не решала, Россия бы не торговала со странами G7 и не пыталась бы им впарить в очередной раз свои энергоносители или какие-то свои продукты, которые она хочет туда продать. То есть, опять же, идеально. Пусть считают, что G7 ничего не решает, пусть ненавидят семерку, пусть ненавидят двадцатку, пусть всех ненавидят и получают ненависть в ответ. Причем не просто эмоциональную ненависть или ненависть на дипломатическом уровне, а ненависть абсолютно конкретную, ощутимую в потере денежных средств. И, кстати, в России, несмотря на то, что там большинство чиновников отбитые, вот как раз экономический сектор, Набиулина, они начинают говорить о том, что нужны структурные изменения в экономике, потому что потери бюджета колоссальны, до 30%, по-моему, недополучно, ну, по сравнению с месяцем прошлого года. Поэтому пусть и здесь говорят, что все идет нормально, тем страшнее будет та реальность, которую россияне ощутят на себе. То есть, когда они говорят, что все идет нормально, работа будет у всех, пенсии, зарплаты, все будет, не переживайте. И тут в один прекрасный день ты просыпаешься и понимаешь, что из-за того, что ушли огромные компании, корпорации, у тебя нет работы. Из-за того, что отключали тебе соцсети, ты даже самозанятым не можешь продавать какие-то подделки через Инстаграм. То есть, вот она реальность, а ответа нет. Ты задаешь вопрос куда-то в пустоту и говоришь, где деньги, где мое будущее, а тебе оттуда отвечают, ну, так и должно быть, все по плану. Вроде же в опасности, сынок, не о том думать надо. Вот, кстати, повестка в военкомат. Да, кстати, вот повестка в военкомат, и ты реально можешь поехать заработать. Точнее, не так. Ты можешь поехать и дать возможность заработать своей семье, но для этого нужно сделать всего одну простую вещь. Лечь в украинский чернозем и сдохнуть там. Вот тогда твоя семья заработает. Вот она, новая реальность. Эпизод, который у меня, честно говоря, вызывает очень смешанные чувства. Вот как так можно говорить? Что ты несешь? И до, а вот ты давай и сделай. Это эпизод, когда Соловьев готов идти воевать и, как его дед, дойти до Бранденбургских ворот. А если он не дойдет, то его друзья дойдут. Я, как и мой дед, окажусь у Бранденбургских ворот. Мой дед там был в мае 45-го. Я, если понадобится, повторю его подвиг. И я не один. Если я не дойду, мои друзья дойдут. Я понятно объясняю? Скажи, попадалась ли тебе информация, видел ли ты хоть одну новость о том, что хоть один российский депутат или политик взял в руки автомат и пошел воевать? Рядовым сержантом. Вот взял и пошел. Попадалась, но немножечко другая новость, что российский политик или депутат взял в руки оружие и застрелил егеря, случайно признав его, подумав, что это медведь. Вот примерно вот такой фронт у них там сейчас, у российских политиков. И за это получил там какой-то штраф. Ну ничего, это что же там. Егеря застрелил, нового наймут. Естественно, никто из них воевать не пойдет. Естественно, российское высшее военное руководство считает ссылкой, когда их бросают вот туда, на передовую. Мы видели уже количество генералов, полковников и подполковников, которые стали хорошими русскими. И я думаю, что вот это как раз наказание для них, если бросают их куда-то на передовую. Мы видели, как уже не просто на передовой, а прямо в самых, как говорится, недрах оккупированных территорий взрываются аэродромы, взрываются самолеты, взрываются базы. Вот реальность. Никто из них, конечно, не пойдет воевать. Это понятно. Война – это вот для биомассы. Биомассы в России огромное количество. Если пошкрябать там по уголкам, то еще можно подрать. Но общее разочарование и непонимание, что там происходит, оно все-таки немножечко проникает в сознание россиян. И последний соцопрос этому подтверждение, что там уже 65% хотят, чтобы сели за стол переговоров, какое-то мирное соглашение заключили. Ничего, ничего. Мы подождем. Через некоторое время, когда, в принципе, все еще хуже будет у России, они будут садиться за стол переговоров. И Путин вытащил уже все эти свои консервы в виде Шрёдера и прочих персонажей. И через них пытается как-то продавить мирные переговоры. Вот весь этот краснознаменный имени Геббельса, ордена Юлиуса Штрейхера с мешком и петлей, гвардейский его кремлевского величества Останкинский батальон – это вообще квинтэссенция всего, что происходит в кремлевских студиях. Это выжимка из всего этого сада ядовитых растений. Они же не просто врут, называя чёрное-белым. Они не просто рассказывают российскому обществу, что оно может летать. Они делают это, когда прыжок в окно уже совершен. И земля стремительным домкратом приближается к одуревшей от лжи голове. Кстати, на их спинах парашюты. Они думают, что они не пострадают, когда российская государственность шмякнется об асфальтовую твердь. Они планируют, что успеют сбежать, скрыться, спрятаться как-то, переодеться в женское платье, что смогут воспользоваться миллионами накубышенных долларов в уютных европках, как делают сейчас их дети и внуки. Только вот тень главного редактора газеты Der Sturmherr стоит у них за плечами. Говорят, что Юлиус в момент повешения три раза успел прокричать Хайль Гитлер. С другой стороны, у него не было двух вилл на озере Кому. До встречи, друзья. Ведь пока они наговаривают на приговор, нам всегда есть что обсудить.